день добрый други мои продолжаем катать евротрак симулятор 2 версии 145 с вами олег драйвер давай в дорогу что у нас сегодня происходит и где я нахожусь нахожусь я на карте своего россия забайкалье редакция 1 конкретно мастичку так вот от башнякова белые ключи прошел но не почему-то не отметились на как-то так интересно интересно хотя знак у дороги был едем дальше чуть через все болота тут проезжали но здесь они нехти какие страшные вот здесь болото пострашнее будут вот на этом участке как-нибудь и мы в этой сессии сюда заедем так и движемся в сторону победина сейчас полез еще по полутаем и выйдем уже на асфальтовую дорогу везу в аху 23 тонны трубы так и нам надо быть так все ли нас вторник и нас ждут ну край среда 228 ну я сегодня нормально успеваю вполне не спеша аккуратно с запасом так вот такой у нас камаз так написано 4310 и значит 4310 сейчас бы хотел как бы маленькое такое отступление одного товарища заблокировал уж больно неадекватно он расписал мне что у него от моего базара где уши кровью пошли и его стошнит его блюет и я такой сякой розетки нехороший что матчасть не учу нет таких машин 4310 сидельный тягач знаю дорогой что нет таких машин сидельный тягач на этот камаз это старый камаз изначально 6 на 6 делался для военных и по моему не даже спальника не было вот этот 4310 да и дизель у него ставился на 220 лошадиных сил и 10 коробка я прекрасно это знаю но каждый раз вот когда беру какой-то автомобиль примеру модовый понятно что таких там всяких нюансов с дефолтными траками нет но когда беру модовый автомобиль всегда есть какие-то вот такие нюансы с названиями с моделями с мощностью и т.д. и т.п. да там 400 лошадей на 4310 не ставили 4310 это модель портовая никак не с седлом все это прекрасно знаю но еще раз говорю экскурс в историю и ликбез и для себя и для всех я устраивать не буду вот как автор этого мода как он его обозвал как он изначально этот мод назван так я его и называю там понимай понимай как хочешь если ты знаешь что-то больше замечательно напиши в комментариях что эта модель изначально такая а этот 6 на 6 сидельный тягач назывался совершенно по-другому напиши в качестве информации я такой комментарий могу даже закрепить под видео чтобы он всегда первым был но можно же написать адекватно нормально не как ты написал поэтому дорогой товарищ друг и все остальные кто кого прям словесный понос прямо распирает из ушей льется правда матка да сразу говорю идете вы лесом идете лесом эта игра не при здесь я не преследую цель соблюсти в точности все это историческую так сказать чтоб что было все по истории двигатели какие должны быть коробки какие должны быть самое главное что эта карта вообще ничего общего почти почти ничего не имеют с реальными с реальными дорогами серёга тут такие подъема даже вот та трасса которую с хабаровска дальше на запад идет там местами такие подъемы в реальной жизни таких подъемов нет серёга сам говорил если я буду делать реальную карту вам не интересно ли будет по ней ездить а там такие подъемы с таким градиентом да то возьмешь ты машину вот такой камазик ты да возьмешь реальный исторически такой на 220 лошадиных сил и 15 тонн к нему зацепишь и в такой подъем который тут у серёжи так херово тучи да да хрен ты выйдешь на этом камазе с 10 коробкой так что друзья мои не надо мне тут ничего говорить вступление закончено всем большое приветище так ну а все остальные кто нормально относится к моим роликам всем остальным друзья зритель огроменное приветище ну что давай-ка поехали поехали родные поехали поехали родные еще раз говорю если я какую-то неточность допустил или еще нам что-то напишите комментарии и в качестве исторической справки я даже размещу его под этим видео главное чтоб комментарий был написано адекватно нормально ну что поехали предыдущие видео слушайте ребятушки прям набрало такое хорошее количество просмотров и очень быстро как приятно честное слово моя приятный что забусковал забусковал давай пошел 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 все сразу блокировку то надо так пока по открытому пойдем так давай по внешке маленько до эх не хватает здесь вот такого реального грязи меса как спинта и рассмотрела чтобы реально тут едешь это жижа такая под колесами расходится до к здесь вот реально этого не хватает спинта и раздак это вообще ведь старая игра да потом по моему ведь мод радар был это вообще по моему первая версия вот эта тема была спинта и распадом мод радаре и следующее основу рано тут уж совсем снова радар там накачали наворочили ох первую повышенную все пошел в разгон так не забываем сохраняться почаще под ляночки от сережи могут быть в самом неожиданном месте так вот раз чуть-чуть вправо да и все до свидания так вот просто необходимо было скриншот сделать давай 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 родной на лай это для тебя вообще не о чем тут так ну-ка надо давай ка блокировочку друг мой другим вот пошел 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 давай давай что мы там какую я мы нашли хорошую да ты смотри давай 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 камазик блокировка можно сразу вырубить без надобности она на ровном месте так вот и хрена смотри повреждения получил туда вот после таких колдоебин надо в мастерскую заезжать так блокировочку ну что вибрация такая на руле бывает иногда так ладно давай еще ямки-кочки какие попадаются и все всеми колесами шкриветь а не едет а не есть вот так можно долго ехать ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой пастик атак давай-ка укобынку Тут болотища такие вон Главное полный газ Тихонечко в натяг тут нельзя идти Какие-то места надо походом проходить Учим отчасть Здесь не та игра, чтобы полностью соблюсти исторические рамки Если бы здесь были бы дороги реально такими, какие они есть Без этих супер излишеств Тогда есть смысл брать и реально исторические модели Ну еще, ко всему прочему, можно еще что отметить Люди покупали такие грузовики, особенно в 90-е годы Колхозили, мама дорогая И ничего общего с реальными моделями такие вещи не имели В реальной жизни, я говорю, то, что колхозили Мазая 500-го там, какая там модель трехвостная, да? Спальники городили ему на крышу, еще там что-то там лепили Что, такая модель что ли была? Нет, конечно Точно так же, вот этот 4310 усилили раму, поставили седло И все, отправили его там Ездить там по нефтяным вышкам с полукрицепом, там вози Там насосы погруженные, еще там что-нибудь Так, что у нас тут? Так, что, дерево зацепили? Не выйдем так? Так, наверное, нет Так, блокировку вырубить надо Так Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Так, теперь А вот сюда, подальше чуть-чуть Вот, все равно, сука, сносит К этой елке Вроде бы в нее зацепил, вроде бы нет Так, понял тебя Так, так, так Опачки Так Вот это дерево сейчас тут пройдем И вот здесь вот Повернем в березу Все равно, видишь, как стаскивать с суда Вот так вот приходится Маневрировать Так, надеюсь, тут не ростояние носов пока Узенький такой лог И Неудобно, конечно, вот с внешки смотреть Так, что на блоке? На блоке Так, пошел, пошел, пошел Вот Маленько Тудым-сюдым Раз И соскочил С внешки интересно управлять машиной Да и смотреть интересно, чем просто из кабины Когда вот по таким буйеракам подкатишься Так такой. А я уткнулся в него. Давай-давай-давай, еще правее тогда. Капец, он не сгибаемый кустарник. Деревцо такое нежное, которое занял бы за нафиг делать. Да, Камазик, сколько я с этой моделью тут по суровке проехал. Ой-ёй-ёй-ёй, такой километраж тут накатал. Так, блок выключим. О, блок выключил, сам отъехал назад. Так, пошел-пошел, родной. Так, пока ничего, снова в кабину. Ну, тоже как раз доеду, и будет целая серия. До асфальтовой дорожки дойдем. До асфальтовой дорожки дойдя. Продолжение следует... Так, ни хрена не видно так. И так, кстати, тоже. Куда вообще ехать надо? Ага, нашел дорогу. Ух, беба. Так, что мы тут воткнулись? Ох, ты ж смотри. Так, блоки надо вырубить. Да, даже 400 лошадей, видишь, малюха не хватает. Хотя, ни хрена дело, как колеса провернули бы 400 лошадей. В некоторых местах у Сергея вообще тут не соответствует коэффициент сцепления. Вот так вот, еле-еле, бык-бык-бык-бык-бык-бык и все. Да ебические силы. Так, 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 давай, 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 давай. Вот все, малюха разгазовался. Так. Только так вот приходится иногда. Газу до отказа. И получать, как ходится, повреждения. Ну, что делать? Иначе счастья не видать. Все там осталось, все недалеко уже. Вот этот груз доставлю. И обязательно на ту дорогу заеду, вот которую сейчас я в начале видео упоминал. Надо там проехать будет, там тоже очень интересно. На другой машине. Скачал Урал 43.20. Посмотрим, насколько он адекватный. Да, конечно, ну, все равно хотелось бы, конечно, чтобы машина хоть какую-то... Хоть как-то соответствовала истории. У одного товарища на покатушках видел Урал 43.20. Но, очень важный такой нюанс был. Двигатель поставил ярославский. А звук был, как у дефолтного. Ну, и спрашивается, нахрена такая машина нужна, да, с таким звуком. Вот это я считаю уже как перебор. Хоть что-то соответствовать должно. Такую машину я уже на покатушку не возьму. Хоть как. Хоть... Хоть тысячу раз она будет красивая. Но если вместо ярославского дизеля там звучит вообще непонятно, что... Что-то дефолтно европейское. Так, вот куда? Вот сюда. Так, и что тут вообще? Тоже, черт, ногу сломит. Сережа нарисовал тут бревен, блядь, этих... Как хочешь, так и есть. Тащит КамАЗик, тащит Родной. И шучу вот вариант, да. Так, на блокировочке снова идем. Немножко в горку. И с горки там. Такие удары. Бабах! Коррекинка, коррекинка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. А ведь я давно не сохранился. Тихо! Сохранись. Блядь, это что такое было? Ты видел? Ой, машина Лег на бок Потом выправился Вот это да Блин, а Охренеть, а Как тебе такой Илон Маск? Как сейчас любят говорить По поводу и без повода Как тебе такой Илон Маск? И это тебе И SpaceX в космос запускать Тут Россиюшка, брат Суровая Это вам не это Давай, давай, родная Давай Вся страна на тебя смотрит Да и не только наша страна В Казахстане Зрители у меня есть В Украине есть Зрители Даже на новых территориях Которые не так давно Вновь вернулись В состав России И там тоже Средители есть Донбасс Луганск Кто еще, ребята, есть Откуда еще, скажите Кто с Украины Или кто с новых регионов Напишите, друзья, откуда вы Да Прям политика Сама по себе Опять напрашивается Да Это ж надо Вот что с Украиной Сука сделали А Это ж превратили ее Знаешь Страна была Богатая Это взять И вот разворотить Страну Вот Что это Россия сделала Что Сами Сами ваши Ваши правители Ваши депутаты Верховной Зрады Винить кого-то Легче всего Чем признать свои ошибки И сказать Да Мы свою страну Сами ушатали Это то же самое Что с Россией Было в 90-е годы Развал страны Можно кого угодно Винить Уит американцы Виноваты Ну как американцы Разваливали Это мы ее ребятчики Сами Ох какой хлыст Острый Мы ее разваливали Да Нам за это платили Мы ее усердно Растаскивали Разворовывали Лишь бы в карман Положить лобосов И свалить за границу Купить себе Коттеджик Один Другой Третий Яхту Самолет И потом Из-за рубежа Сидеть Ать Фу Прощай Немытая Россия Страна рабов Страна господ Наворовал И свалил Ну и где Сейчас эти Что счастливы Богаты Да Да бог им судья А мы пока Покатаемся Тут Мне и в моей стране Хорошо Потому что Я прекрасно знаю Где бы тут Сладенько Да гладенько Не рисовали бы Ох ты ж Я выехал В чужой стране Ты всегда будешь чужим Ты там Нахер никому не нужен Тем более С их дебильными Этими Толерантными Законами Ну нафиг Не Так Все Блокировочка Выключена Вот Ну давай Сейчас Сюда Подъедем Теперь Крестку И остановимся Так Ну дальше Пошла цивилизация Как я Погляжу Так Ладно Давай дальше Пока не поедем Там Все равно Вставать особо Негде Ножки Разомню Ну что ж Друзья На этом Серии Это закончено Так Что у нас там Типа как На час езды Осталось Почти 60 Километров Ну посмотрим Ну серии Т2 Наверное Еще Выйдет Наверное Серии 2 Выйдет Ну что ж Друзья Спасибо За просмотр Спасибо Что были со мной Оставляйте комментарии Оценивайте Оценивайте Это видео Подписывайтесь На канал Бейте В колокол Чтобы быть в курсе Выхода Следующих новых Видео Переходите По ссылкам По этим видео На мою страницу Вконтакте На мою страницу В фейсбук Там полно скринов По евротрак По Америке По суровой России Заходите Добавляйтесь Буду рад Всем спасибо Пока Пока Увидимся До новых Волнующих